В эфире новости экономики. Здравствуйте, с вами Валентина Сливко. И о главном на сегодня. Как выйти из кризиса? У коммунистов свои пути решения. С сегодняшнего дня магазины начнут штрафовать за отсутствие системы учета спиртного. На чем стали экономить россияне в связи с кризисом? Как стране выйти из кризиса? Свои пути решения на Орловском экономическом форуме предлагала Коммунистическая партия. В работе приняли участие более тысячи человек. Депутаты, представители органов власти, видны эксперты. Форум носил международный характер, так как в нем присутствовали представители Германии, Китая, Кубы, Вьетнама и другие. О программе и ее итогах расскажем далее. Встречу проводили для того, чтобы совместно найти пути вывода России из кризиса. Особый интерес на форуме вызвал доклад лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Он выступил со вступительным словом к участникам форума. По мнению Зюганова, нынешняя ситуация куда опаснее кризиса 90-х. Если не предпринять срочных мер, она обернется самыми тяжелыми последствиями. На форуме была представлена реальная социально-экономическая ситуация в стране, когда в условиях кризиса цена на нефть, как мы знаем, упала со 140 до 30 долларов. И правительство Российской Федерации, к сожалению, ничего умнее и лучшее не нашло, как залезть в карман простых граждан, чтобы компенсировать эти выпадающие доходы из бюджета. На форуме участвовали в обсуждении проблем известный ученый-экономист Юрий Болдырев, который отметил, что у коммунистов есть четкая позиция по ряду фундаментальных вопросов, требующих решительных перемен во внутренней политике. Академик РАН Роберт Нигматуллин призвал увеличить фонд зарплаты и расходы на соцобеспечение. Павел Грудинин, директор подмосковного совхоза имени Ленина, рассказал о своем предприятии и поделился опытом. Ему удалось сохранить принципы управления и ведения хозяйства, как в советские времена, доведя зарплату сотрудников до высокого уровня. В области финансов есть конкретное, четкое предложение, которое поддержано многими экономистами. Это государственный контроль и монополизация банковской и финансовой сферы. Пора вернуть 7 триллионов рублей, которые мы отдали в финансовую систему Соединенных Штатов Америки. Нужно их вернуть и отдать в реальный сектор экономики Российской Федерации. Также стоит вопрос о разрыве договора с ВТО. Коммунисты подсчитали, за три года в составе организации потери бюджета страны достигли почти 800 миллиардов рублей. Этого хватило бы, чтобы оздоровить экономику как при Амуре, так и страны в целом, уверены партийцы. Необходимо и отказаться от приватизации. В условиях кризиса это передел собственности и грана понижения. Перечисленная – это лишь часть мер из 10 предложенных пунктов программы антикризисных мер, представленных коммунистами. Подробнее мы расскажем в следующих выпусках программы. За продажу спиртного без ЕГАИС начали штрафовать. Единая система отслеживания оборота алкоголя впервые добралась до розницы. Сегодня, 20 апреля, заканчивается льготный период для магазинов, торгующих алкоголем в розницу. Тех, кто не отчитался о закупках спиртного с начала года, ждут крупные штрафы. Смысл внедрения ЕГАИС в том, чтобы не допустить продажу нелегально произведенного алкоголя в магазинах. Сейчас планируется, что с июля в систему будет поступать информация о каждой пробитой на кассе бутылке. Тогда каждый покупатель сможет видеть, если на кассе бутылку пробили дважды, второй раз для того, чтобы данные ушли в систему, она точно будет безопасной. Чем старше россиянин и чем меньше его город, тем больше он экономит на еде, выяснили социологи Рамира. Всего же 89% россиян экономят на самом необходимом. Лишь каждый десятый россиянин смог прожить без экономии, а 89% населения пришлось сокращать расходы на самом необходимом. Это данные за последние 12 месяцев. Социологи опросили полторы тысячи человек от 18 лет, проживающих в городах и селах, чтобы выяснить, на чем им пришлось экономить в прошлом году в связи с ростом цен и осложнившейся экономической ситуацией. 43% респондентов заявили, что были вынуждены экономить на еде, а 31% на покупке одежды и обуви. Примерно каждый пятый сообщил об экономии на деликатесах – 23%, путешествиях – 21% и развлечениях – 20%. Расходы на алкоголь и сигареты сократили 15% россиян, на косметику – 11%. Оставлять меньше денег в ресторанах стали 8% опрошенных. По наблюдениям специалистов Рамира, в целом женщины оказались более экономными, чем мужчины. Опрос показал, что доля экономивших на еде и непродовольственных товарах первой необходимости растет пропорционально возрасту респондентов. За последнюю неделю, по данным Амурстата, в Благовещенске из продуктов питания подорожали печенье почти на 6 рублей, крупогречневая в среднем на рубль 20, рис прибавил немногим 20 копеек, зато из круп стало дешевле пшено – почти на рубль 30. Буквально на 10 копеек подорожал сахар, зато конфеты, мягкие, глазированные шоколадом, подешевели на 5 рублей. Из овощей в связи с остатком прошлогодних запасов подорожали капуста, картофель и морковь. В среднем на 4 рубля 10 копеек и рубль соответственно. Уступили в цене почти на рубль яблоки. И на сегодня это все. Желаем вам удачных покупок. До новых встреч на Альфа-канале. Партнер программы. Управляющая компанией ЖКХ Амурстрой. Наш приоритет – ваш комфорт. Спонсор программы – клиника современной стоматологии. Ваш выбор. Телефон 470040. ЖКХ Амурстрой. Добросовестный поставщик услуг в сфере управления многоквартирными домами. 10 лет успешной работы. Тысячи довольных жильцов. Подробная информация на сайте. ЖКХ Амурстрой. Работаем, создавая новое качество жизни. Стоматологическое лечение во сне. Это возможно. Только в клинике современной стоматологии ваш выбор. Имплантация, удаление, лечение зубов с применением умного стоматологического наркоза. Ваш выбор. Выбирайте лучшее.